Ну, во-первых, всем привет! Меня зовут Фабрицио Фурнье, по прозвищу Фуфу, и я менеджер команды по Dota 2 Thunder Waken. Наш путь к мейджер был довольно легким, если честно. Я начал играть в видеоигры, когда мне было года три, наверное. Сначала я играл на PS1, а потом я не мог остановиться, я просто продолжал играть в разные видеоигры. Я пришел в киберспорт благодаря своим друзьям. Я очень близкий друг Лео Стайл, и он познакомил меня с Эдвард. После того, как мы были знакомы около двух лет, он предложил мне стать менеджером. В то время я только что вернулся с работы на судах торгового флота и был в отпуске, так что после нашей встречи я решил это сделать. Мы сейчас занимаемся буткемпингом в Германии, в Штутгарте. Мы едим в основном макароны и нездоровую пищу. Если честно, мы не привыкли к местной еде, поэтому мы заказываем некоторые простые международные блюда, такие как паста карабонара, форна, пицца, бургеры и прочее. Условия в заведении потрясающие. Нам все нравится. Единственная проблема еда, но это больше касается нас, чем ресторанов. Я придумал свой ник, когда я учился в начальной школе. Мои друзья не могли выговорить мою фамилию. Она французская, поэтому произносится по-другому. Поэтому они застряли на слове «фу» и решили называть меня «фу-фу», которая позже превратилась в «фу-фу». Честно говоря, это ничего не значит. Просто глупое прозвище из начальной школы, но мне оно нравится. Я думаю, что они заслужили быть забаненными. Война — это не шутки. Также вы знаете, с кем вы создаете команду. Не ждите сюрприза, если вы уже знаете, кто ваш партнер по команде. Также этой ситуации можно было бы избежать, просто проведя командный разговор о том, чтобы подобные вещи не происходили во время игры. Киберспорт в Перу развивается отлично. Киберспортивные организации растут и получают все большую поддержку от различных брендов. Что нам нужно улучшить, так это профессионализм. Некоторые организации не работают должным образом, чтобы дать лучшее своим игрокам. И это также относится к игрокам, которые не поддерживают организации в создании контента для спонсоров. Им обоим нужно сесть и поговорить о том, что организация будет предоставлять игрокам, и какую ответственность они несут перед организацией, как игроки, чтобы избежать недоразумений. Я бы хотел быть Тинни. Вы знаете, что он весь такой мускулистый и подтянутый, а еще я могу надрать задницу любому, кто далеко от меня. Я думаю, что у Тундры есть несколько странных героев, которых они могут вписать в свои драфты. Также они очень хороши с таймингами для вардинга и ротации. Вы можете поставить весь джангл на вард всего за 5 минут игры. Такие страты очень уникальны для них, а также они не играют неорганизованно. Мне жаль Китай. Я не думаю, что без них интересно. Было бы лучше, если бы они присоединились к этому мейджеру, потому что у них другой подход к игре со своим собственным стилем. Было бы интересно посмотреть на страты и их мастерство, которые они могут принести на этот мейджер. Обязанности как... Обязанности как менеджера? Ну, в основном забота обо всем, чтобы все шло как можно более гладко. Заботиться о питании, организовывать игры, помогать им с документами для путешествий или для чего угодно. Быть доктором иногда, а также быть другом и быть рядом всегда, когда я им нужен. Это как быть папой другом. Это лучшее, что я могу описать, чтобы все поняли. Я выбрал эту работу, потому что хотел быть ближе к своей семье. Раньше я обычно ездил в Европу и работал 4-7 месяцев, а потом возвращался. Я хотел чаще видеть своих маму и папу, а также бабушек, дедушек, дяди и так далее. Я семейный человек, и то, что я был так далеко, причиняло мне боль. Я думаю, что это стоит того. Киберспорт настолько вырос, что теперь вы можете стать профессионалом, играя в видеоигры со своего телефона. Это стоит столько же или даже больше внимания, так как у большинства людей во всем мире есть смартфон. Иметь ПК намного дороже. Хорошими примерами этого являются PUBG Mobile, Mobile Legends, Free Fire и так далее. Да, я играю. Если у меня есть свободный день, я могу играть около 5-7 пабов. Если я работаю, то нет. Обычно только 1-2 паба после работы. Мой текущий ММР около 7500 и топ 300-500 на сервере NA. Мой любимый герой это Котел, потому что он может много фармить и также помогает держать игру, выталкивая вейвы. Кроме того, я чувствую себя старым, как Котел, так что я могу относиться к нему. Мой совет. Это не так просто, как кажется. Это может быть стрессом в какой-то момент, если у вас есть опыт работы, многое под давлением, то соглашайтесь. Но если вы собираетесь жаловаться на свободный график рабочих часов, то просто не делайте этого. Эта работа требует 24 часа внимания. Конечно, вы не будете работать 24 часа подряд, но вы всегда должны быть готовы, например, если вы нужны им в 2 часа ночи, потому что у какого-то игрока аллергия, и он выглядит как красный помидор.